3 ноября 2023 год. Немножко подробнее, наверное, про статью «Зауженного» в «Экономист». Значит, конечно, он перечисляет, что нам не хватает вооружений, современных, новых технологий, которые бы позволили преодолеть минные поля, РЭП. Но он объясняет суть, как бы на Усть-Украине быстрее победить. Вопрос о том, что победит ли Украина, не стоит никак. Тут вопрос только жертв и времени. Почему Запад не дает нам эти вооружения, даже те, которые есть в наличии. Не будем говорить о перспективных проектах. Но это решение Запада. В конце концов, за существование своей страны, своего народа, своей культуры боремся мы, украинцы. И воля Запада, раз уж мы оказались такими недальновидными. Я себя имею в виду в первую очередь, конечно, потому что я до 2014 года вполне лоялен к России был, радовался, что отменили призыв в армию. Много писал о том, что нам ни Украина, ни НАТО, ни Евросоюз не нужен. У нас русские братья на Запад, мы сами хотим. Зачем нам идти впримы, хоть к русским, хоть к прусским. Так что это я никому не обращаю, эти обвинения, кроме себя. Почему Запад не дает нам этого вооружения? Ну, видимо, у него есть цель, как можно дольше истощать Россию. То есть, понимаете, да, если бы в 2022 году за два месяца Россия развернулась и ушла к себе зализывать раны, накапливать силы, следующий этар был бы смертельным, практически наверняка. А так нам повезло, в смысле, как в стране, не как людям, которые там второй год на войне. Кто-то убит, кто-то покалечен, кто-то изнасилован, кто-то вывезен в Рашку. А как в стране у нас появилась возможность отбиться, у нас появилась возможность получить западное вооружение. Спасибо за то, что дают. Заложные, так и говорят в своей статье тоже, что спасибо за то, что даете. Они нам ничем не обязаны. Они хотят это на подольше растянуть, чтобы сварить лягушку помедленнее, как говорится. Ну, я понимаю их мотивы. Я понимаю, что политика цинична. Но еще раз, они нам ничем не обязаны. Это наш косяк, что мы искренне принимали россиян за братьев. Ну, некоторые из нас, будем говорить откровенно. Это наш косяк, что мы продавали оружие и армию, призыв в армию отменили. Так что, я абсолютно уверен в нашей победе. Вопрос в том, я могу не дожить до нашей победы, тут, конечно, никто не спорит. Но то, что оно будет раньше или позже, с большими жертвами или меньшими, вот это именно зависит от стран Запада во многом. Потому что, ну, и от нас, конечно, как-то что-то мы за полтора года не снарядов научились производить нормальных, не минометов. Это тоже вызывает вопросы. Но, конечно, по вооружению, я не знаю, 80 процентов, наверное, зависит от стран Запада. И как они будут охотно нам давать это вооружение, чтобы мы уничтожали оккупантов. Ну, никакой паники или какой-то, не знаю чего. Расстройство я в этой статье залужного не увидел. Я увидел перечисление того, что нам нужно, чтобы ускорить процесс. Если это нужно, конечно, Западу. То, что нужно с нашей стороны, ну, в силу возможностей делаем.